всем привет друзья с вами ер на сегодня моем канале мы оживляем рубрику по аккаунтам как раньше помните было по домам чувак ходил смотрел там какие холодильники тачки и офигевал типа вау нифига себе дом тут будет такая же ситуевина то есть аккаунт игрока хомыча и я расскажу ценную информацию о том через какую фракцию он играл все то время как только вышла эта игра он первый источник понимаете он этих героев уже просто замозолил задрочил вдоль и поперек то есть он знает кого как с кем комбинировать из этой фракции и кого как качать и соответственно видео надо смотреть друзья до конца и не забыть влепить лайк ну и написать горячий комментарий и если видео наберет очень много лайков и вам она понравится то вторая часть будет это как раз таки тесты до тесты этих героев пвп и в пве и давайте начнем с того что хомыч вообще когда попал в игру да также как и я я нарвался на эту игру плей маркете скачал ее поставил и начал качать основу потом понял что я надел много ошибок и начал качать параллельно твина и как показывает практика твин просто уходит вперед и у него получилось точно так же то есть у него твин ушел вперед здесь больше падала хороших героев и он начал качать этого твина как основу качал качал вступил в клан из этого клана в другой потом в этом клане попал на место зама и когда кел ушел соответственно он стал келом данного клана который называется угадайте как россия да друзья потом была первая экспедиция на которой все пересрались там также воплощение попал другой клан он его переманил а там было очень много хороших игроков они вступили и теперь развивается вместе при том что смотрите максимальный 9 уровень то есть 10 у нас пока в игре нету но на 10 они уже энергию полностью вот эту шкалу заполнили и если в дальнейшем здесь будет свободные места на что я прям сомневаюсь на самом деле то вступайте айди вверху 1287 все условия ниже замов 3 первый это бутил потом херетик и протагонист да если неправильно прочитал сорян в общем акл это хомыч и история сегодня будет по хомычу как вы догадались так что клан у него очень очень достойный но мало кто знает что есть такой клан на просторах афк арены первый самый интересующий вопрос всех игроков сколько доната он закинул всего лишь 75 рублей на скинтази если зайти в кристаллы и вам все доказать то вы видите что вип 10 а до 11 еще срать и срать при том что я играю столько же по времени как и он примерно и у меня в игру закинуто где-то примерно 7-8 тысяч рублей и у меня уже давно вип 11 в общем без доната играть в эту игру можно и проходить этапы кампании можно разными героями и не обязательно теме которые там использовал какой-то другой игрок и смотрите он дошел уже до 32 главы 8 этапа и второй вопрос самый наверное интересующий всех через какую фракцию он играет он играет друзья через фракцию громил конечно тут прокачанные другие герои но упор основной шел сюда как видно по аккаунту и как сказал homage вообще охарактеризовал эту фракцию ну наверное одной фразой что убей быстро всех или умри сам на самом деле это так есть или громил разрывает или громил погибает и на данный момент громил это единственная фракция в которой нет бесполезных героев потому что многих реворкнули и сейчас вы можете качать любого героя и он будет эффективен в том или ином режиме и также он поделился информацией по поводу основных проблем этой фракции также коротко охарактеризовал каждого героя и в этом видео как раз таки я вам это и хочу рассказать и самую большую проблему вызывает у фракции громил 4 героя на его взгляд это ирон когда стоит заднем ряду потому что он вытягивает и если допустим ваши пачки стоит тайдус или антадра я не сразу залетает на задние ряды то ирон все рушит он вытягивает потом кидает вихрь замораживает и просто хоронит всю пачку громил ну и плюс еще у ирона есть естественно четвертая белка которая повышает урон и игнорирует защиту и также если допустим попадается какой-то танк это тот же самый скрэк или допустим ну не знаю брутус он пробивает там дополнительно еще им по 150 процентов урона конечно другие лесники будет страдать больше от громил потому что у громил фракционное преимущество против лесников но ирон это еще та заноза в заднице громил потом идет естественно фираэль наша черная пантера он тоже доставляет большие проблемы громил и достаточно сильные потому что он закидывает призраков они там подстанивают не дают восстанавливать энергию а если герой энергию не набирает то и он просто погибает очень быстро потом также идет тази ну тази потому что контроль потому что она еще закидывает в астрал и может моментально остановить какую-то дичайшую атаку от громил а они как раз таки на это и нацелены и соответственно еще один герой это гвины друзья да потому что многие хорошие герои типа софушки скрята они стоят в заднем ряду и если гвинет под скоростью атаки и еще хорошо прокачанная начнет жарить то она этих громил хоронит за секунды у меня гвинет уже прокачана на максималке по персоналке по мебели на тестовом серваке и я могу с полной уверенностью сказать что это так и есть первый герой которого мы рассмотрим это естественно будет брутус и по словам хомача то эффективен этот герой только в переднем ряду заднего смысла ставить нету потому что его основная цель это впитывать урон и жить ради заднего ряда поэтому если он эту задачу выполнять не будет то и герой этого нафиг качать не надо я уже говорил что брутус после 26 главы больше эффективен в башнях чем допустим на этапах кампании но если вы играете постоянно через эту фракцию то конечно брутуса вы точно качнете но кто не качнул этого львенка по применению он больше хорош пве чем пвп да я думаю вы и сами видели что на арене его используют очень мало и по артефактам на него ставят покров клинок зов ну вот хомач сказал что только покров на него ставят хотя я бы поставил сюда и клинок потому что под берсом он может нехило так в конце закрутиться и убить двух-трех героев особенно если вы ставите его против лесников ну а зов можно ставить в тех же самых башнях потому что он быстро набирает энергию тоже крутится и за бой с зовом он это сделать намного чаще и больше раз чем без зова так что берите тоже на заметку персоналку я брутусу бы тоже качал как и хомач на плюс 20 на плюс 30 смысла нет также как и качать мебель на 9 предметов потому что ну блин если ваша вся команда погибает то брутус один уже в поле не воин то есть в конце он один мало что может сделать когда вы делитесь на этапах кампании против этого героя там уровень завышен у него да бесспорно но когда вы прокачаете на 9 предметов у вас этот герой так себя проявлять не будет но есть герои которые его очень круто контрят это фокс нара и если брутус попадется против них вероятность того что вы выиграете очень очень мало следующий герой у нас хасас неуправляемый и он у нас после реворка в каком патче его поправили я не помню но после реворка он не стал нравиться гораздо больше ну и плюс ему там поменяли персоналку немножко поменяли мебель и суть этого героя такова что его основная позиция в заднем ряду вы можете конечно его ставить передний ряд да там прокачать ему допустим мебель на 9 предметов за счет этого он будет бодрее но понимаете есть герои которые намного эффективнее покажут себя с девятью предметами мебели чем тот же самый хасас поэтому качать его ради девяти предметов мебели чтобы ставить первую линию это такое его основная позиция это задний ряд еще раз повторяю и цель это аура вампирика который он дает вашей так скажем компашки до вашему сетапу и также урон по площади от топоров потому что когда он их кидает и кидает удачно то он задевает передний ряд и также задний ряд и вот как раз таки башни когда вы проходите громил хасас иногда просто незаменим конечно можно без него но он очень хороший герой и собирается очень очень быстро за счет лабиринта применяется он в основном в пве пвп я очень редко использовал этого героя да и также хомоч считает по артефактам он ставит на него всегда око которая сейчас стоит на 4 звезды или можно поставить клинок но тоже будет все зависит от того против кого вы деретесь можно поставить и покров и благодать и кубок но надо анализировать бой и персоналку надо ему качать на плюс 20 тут конечно на плюс 20 еще он будет преобразовывать здоровье 30 процентов урона это очень хорошая штука но вот качать на плюс 30 это наверное не целесообразно и не является основным вообще для данного героя если конечно только вы не хотите из него сделать основного дамагера но в громилах есть другие герои которые на эту роль ну наверное будет подходить намного лучше и мебель ему качает внутри предмета 9 я не вижу смысл также считает хомочи следующий герой вург хитрюга и этот герой может претендовать на позицию основного дд и основная позиция в бою это естественно задний ряд по краям то есть вверху или внизу и если вы его так будете ставить то больше вероятность того что он попадет по двум по трем а даже может быть и по четырем героем команды противника цель это массовый урон с ульты потому что чем лучше он прокачан тем большим карандашиков на сует в задницу противника также контроль и дебаф потому что у него после реворка добавили очень крутые ловушки ну и основное применение этого героя больше в пве и пвп в пвп его тоже очень часто используют есть определенные особенности но особенность в том заметил хомоч что если вы вурка поставите напротив аталии хотя у аталии вот прыжок в начале боя его улучшили и усилили в каком-то патче я точно не помню в общем она промахивается меньше но если вы ставите вурка есть вероятность что она промахнется и если она промахнется то она попадает в ловушку вурка а там вообще не составит руда насылать этой аталии в одно место ну и также поможет вам в этом еще ваша команда в общем такая же ситуивина бывало работала с ликой то есть на лику допустим ставите благодать и когда аталия прыгает допустим из пяти попыток 3 она точно может промахнуться так что берите на заметку ну и применяемый артефакт на этом герое у хомоча в основном это клинок или вера дары то есть вы смотрите по ситуации такой также артефакты используйте но с учетом того что артефакты усилили можно сюда поставить его к и многое другое и кстати мне интересно сколько шанс крита ну 45 процентов до принципе неплохо то есть только тоже можно сюда поставить персонал к ему качает на плюс 30 чем больше стрел тем больше урона ну и мебели в эффективности я бы ее вообще не качал также считает в принципе и сам хомоч ну я не знаю просто у нас нету таких затяжных боев чтобы как-то ее там особо сильно использовать есть другие герои еще раз повторяюсь который будет намного эффективней с 9 предметами мебели а чтобы качать просто 3 открыть какой-то бонус ну друзья решать вам решать вам вот кстати напишите прокачали бы вы в урку допустим 9 предметов мебели или вы бы его просто даже и не качали допустим на плюс 30 или еще как-то будет интересно почитать ваше мнение я думаю что хомоч тоже там как раз таки отметиться и что-то вам ответит следующий герой это софия дочь пустыни очень крутой боевой маг наверное один из самых худших в этой игре и конечно же ее надо качать эффективная позиция для софушки это задний ряд но если вы допустим деретесь пве где-то проходите башни можно поставить и вперед все будет зависеть от противника но в основном только задний ряд цель использовать раскол это она ставит такой барьер и под этот раскол если допустим затягивает эйрон то там противники становятся гораздо слабее не такие быстрые и вы спокойно их там просто уничтожаете ну и плюс массивный урон с ульты хотя когда вы качаете персоналку на плюс 30 она начинает разгонять свою атаку и потом уже вместо белых атак использовать постоянно второй навык а второй навык бьет очень очень сильно основное применение пве или пвп ну в пвп по ситуации на самом деле ну тоже будет все зависит от противника поймите так что она контрится очень легко то есть против нее можно поставить ту же самую аталию или нару или еще какого-то героя который просто не даст ей ничего сделать но если очень хорошо защищена то она вынесет всю команду врага ну а шарик который она раскручивает под твинами там просто творит чудеса поверьте бывало так что она своей ультой убивала четверых героев команды противника и оставалась вообще там на один удар у нее да и она хоронила всю четверку по артефактам не очень хорошо заходит зов можно поставить и клинок но видите раньше зов можно было использовать только на одном герое и допустим на какого-нибудь ровно поставите но сейчас же тоже усиление поэтому зов на нее можно поставить даже с ровно в одной команде и будет очень очень хорошо мебель ей качает по эффективности наверное на 3 потому что 9 ну я не знаю на ранней стадии игры это наверное не обоснованно также в принципе и подмечает хомыч но также хомыч говорит что если вы не хотите качать на плюс 9 то и на плюс 3 тоже смысла нет качать ну стандартно просто многие качают на плюс 3 потому что получает неплохой бонус но если вы хотите прям очень сильно усилить софушку и прокачать ей мебель то тогда у нее еще повысятся характеристики и в принципе неплохо она будет выглядеть в бою но вот то что у него внутри предмета как-то там увеличивается вот эта трещина спектральная на 15 секунд у нас понимаете не такие всегда затяжные бои и допустим затяжной бой из десяти боев будет только один когда вы все полторы минуты будете драться с противником обычно бои заканчиваются через 30-50 секунд это что она там как-то дольше будет ставить свою спектральную трещину вам ну я не знаю конечно это может поможет но просто если правильно вкладываться вот допустим мебель то есть герои который будет намного эффективнее намного эффективнее следующий герой у нас видящий нумису очень хороший хиллер и можно сказать единственный в этой вообще фракции громил и после реворка он стал очень крутым и многие донатеры его качают и ставят и в пве и в пвп ну и вообще основная цель этого героя это лечение а также тотемы для отвлечения противника основная позиция задний ряд вы можете ставить вперед если у вас превосходство над противником но это бывает очень редко и также у этого героя выявили одну особенность ну в основном выявил как сказал хомыч вроде если ничего не путаю это херетик его заместитель что если вы ставите нумису против мегиры то нумису ставят от м за мегиру и мегира просто свою ульту кидает в задницу никуда просто то есть она никак не попадает на вашу команду а изначально вообще вот сейчас какой перевод там мульты что мегира вводит всех вражеских персонажей в транс но в оригинале если зайти на английский но английскую версию включить и перевести там написано что мегира вводит всех вражеских персонажей же перед собой в транс то есть перед собой и если вы ее разворачиваете то естественно ульта просто улетает в щит поэтому берите это на заметку и используйте против как раз таки очень злостной мигиры по артефактам до обновления 1.47 как хомыч сказал он вообще использовал без артефакта потому что зов мы не могли поставить допустим на нумису мы могли использовать его только на другом каком-то герое но хотя смотря какие приоритеты сейчас вы сюда можете поставить и зов и кубок и благодать и покров все также будет зависеть против какого вы противника деретесь и персоналку надо качать на плюс 20 вы можете прокачать на плюс 30 но все будет зависеть от того сколько у вас на руках эмблем всех героев эффективно не прокачаешь ну серьезно я играю сколько там уже полтора вот года до или даже больше и у меня прокачано от силы 8-10 героев на плюс 30 при том что я доначу и это мало на самом деле чтобы прокачать всех героев которых я хочу надо еще играть где-то примерно ну может быть полгода я точно не знаю если разработчики будет больше добавлять разных событий на эмблемы то конечно мы будем прокачивать их намного быстрее ну и мебель надо качать на 9 предметов но далеко не в первую очередь конечно от сил союзников будет круче за счет 9 предметов мебели уну миссу но если хотите прям прокачать и чтобы вас прям полноценно он стоял там отвлекал команду и подхиливал потому что второй навык у этого героя отхиливает от силы вроде как атаки вашего героя то отхил будет намного жестче это факт а вот и наш варек мишаня неудержимый и наверное можно сказать что это мастер спорта по боксу потому что такого подобного героя в игре больше нет основная позиция это задний ряд или передний ряд все будет зависеть от того где вы его используете цель понизить броню противника и также антиконтроль то есть на него вообще ничего не действует если допустим вы его применяете на боссах поставите вперед если используете в пвп все будет зависеть от того но вы атакуете или вас атакует потому что под вас все равно подберут пачку тут уже как бы не обессудьте а в пве все будет опционально под противника с контролем то есть если вы его ставите напротив героя который может закинуть контроль то скорее всего варек его вынесет быстрее чем варек погибнет если вы его ставите против героя которые который наоборот законтрит Варека, ну не знаю, там тот же самый Торан или Брутус или еще кто-то, то скорее всего, ну, Варек просто страданет. И тоже надо смотреть, против кого ставите, потому что если бой начинается, он бывает берет в свои ручки этого чувака, как свою женушку, и потом закидывает за себя. И может так закинуть, что, допустим, тот же самый Брутус залетит, закрутится и уничтожит всю вашу команду. Поэтому смотрите, как вы ставите этого героя. Ну и применяемый артефакт у Хомыча, это в основном Ока, но вот после патча 1.47 можно ставить, в принципе, и другие, потому что артефактов можно использовать большое-большое количество. Персоналку ему качают на плюс 20, но многие донатеры качают и на плюс 30, но Хомыч считает, что плюс 20 ему будет достаточно, хотя там будет увеличиваться кровожадное буйство, он будет сильнее и разваливать будет гораздо быстрее. По мебели, как сказал Хомыч, если я ничего не путаю, он не уверен, что для ПВЕ мебель поможет как-то вообще. То есть на боссов мебель не работает. Только ради ПВП, допустим, на данный момент качать он не видит смысла. Но если вы прям жесткий ПВП-шер, то, конечно, мебель в ароку прокачать можете. Я вот мебель в ароку вообще не рассматриваю для прокачки, хотя вот он прокачал на 3 предмета. На 3 прокачать можно, на 9 нецелесообразно. Антадра, гнев пустыни. И этот герой достаточно неплохой, ее также одно время усилили, я не помню в каком патче. Эффективная позиция у этого героя задний ряд, можно поставить и в передний ряд, если не ваншотят, допустим, в ПВЕ. Но если вы будете проходить этапы кампании, то навряд ли она будет там жить. Умирать будет очень быстро. Уровень противника выше, и выживать ей будет гораздо сложнее. Цель этого героя, естественно, контроль задних рядов, так же, как и у Тайдуса, потому что она туда моментально врывается, и у нее хороший отхил, если вы качаете персоналку ей на плюс 20. Можно, конечно, прокачать ей на плюс 30, будет хорошо, но для затяжных боев, скорее всего, которых у нас очень мало, ну не знаю, профитно или нет, лучше прокачать вурка или, допустим, софушку, будет намного эффективнее, точно. Ей плюс 20, вот просто за глаза. Это идеальная прокачка. Ну и ее используют также в ПВП и в ПВЕ, и особенности этого героя в том, что лучшее контронары. Да, то есть Хомыч заметил такую фишку, что если вы, допустим, ставите против нары антадру, она ее вытягивает, но не контрит, антадра начинает ее атаковать быстрее. И тогда она просто избивает нару. Поэтому вот таким вот образом, если вы качаете антадру, вы можете контрить нару. Нару, в принципе, можно контрить и другими героями, но все будет зависеть от того, кого вы, еще раз говорю, прокачиваете. По артефактам он на нее ставит всегда благодать, можно, конечно, ставить и другие, но благодать просто накидывает, естественно, щит, если она ультует, а если ее атакует и она атакует, то она очень быстро набирает энергию и будет использовать свою ульту. И там появится просто этот щит. По мебели плюс 9 круто, и ей бы лучше так и прокачать, потому что мебель ей добавит неуязвимость. Ну, по мнению, естественно, Хомыча. Я тоже так считаю, но я думаю, что если вы прям хотите прокачать того же самого Тайдуса, или еще там каких-то героев, их просто масса, да? Мы же не делаем только упор на Громел. Есть у нас еще там, допустим, Фераэль, может быть, кто-то прокачал Таллину, может быть, кто-то хочет прокачать Гвинет, а может быть, кто-то хочет прокачать Лику. Я думаю, что Антадра вот с мебелью на плюс 9 может подождать. Но лучше, конечно, ей прокачать. Неуязвимость контроля – это очень-очень крутая штука. Тем более, герой моментально, просто еще раз говорю, моментально залетает в задние ряды. А вот и наша сексуальная кошечка Сатрана, откач Пламени, и она после реворка. Я вообще был очень сильно рад, когда поменяли Нумису и Сатрану, потому что Сатрану я раньше не рассматривал. А вот Хомыч, за что ему большое спасибо, он мне раскрыл глаза на нее очень-очень сильно, когда предоставил информацию вообще по этому герою. И если выбирать, допустим, между Антадрой, то Хомыч выберет однозначно новую Сатрану, а не Антадру. Так что берите это тоже на заметку. Эффективная позиция у этого героя, передний ряд или задний ряд, все будет зависеть от противника. Цель, она может быть еще и танком, ставите на нее, допустим, покров, и будет вполне вообще справляться с командой противника. И плюс у нее очень-очень быстрый моментальный урон. Бывает так, что когда я дерусь против Сатраны, и уже вроде как в бой все я выиграл, остается одна Сатрана и моя пятерка. И раз, каким-то чудом вздыхает у меня один или два героя. Как это происходит, непонятно. Там огоньки, вот эти фонарики летают, и потом просто вылетает бешеный дамаг. Поэтому этого героя после реворка используют и в ПВП, и в ПВЕ. И особенность, ну, наверное, только одна, то, что она хорошо стоит в переднем ряду. Да, ее можно ставить, в принципе, свободно в передний ряд. Но тоже надо осмотреть вообще против кого вы деретесь. По артефактам, это благодать, вы ее видите. И также можно поставить и покров, и кубок. И, наверное, вот как раз-таки защитные артефакты на эту магичку прям заходят как надо. И персоналку ей качают на плюс 20. Хотя, я думаю, что можно прокачать и на все плюс 30. Я очень часто видел, что многие игроки, особенно грамотные игроки, которые не всех качают без ума, вот как раз-таки Сатрану после реворка прокачали. И я видел, что она может творить на арене. Вот прям вообще. Очень крутая кошечка. Ну и мебель. Тут, как бы, знаете, мебель больше направлена на затяжной бой и не является, наверное, приоритетной. То есть, если вы хотите, конечно, мебель прокачать, качайте. У нас бой длится очень-очень быстро. Обычно там 30-35 секунд. А она хороша именно в затяжных боях. Так же, как тот же самый Укун. Но если такой бой будет, то, скорее всего, Сатрана с прокачанной мебелью будет гораздо жестче. Следующий герой, это виновник данного видео, Скриат, опыт и знания, боевой маг из фракции Громил. То есть, там есть Сатрана, Софрушка и замечательный Скриат. И он у Хомача на максималках. И вот, когда я вообще хотел брать аккаунт Хомача, я чисто хотел записать лютые прокачки. Ну, просто показать Скриата на максималках. Но потом я понял, что у него отлично прокачаны Громилы. Плюс он рассказал историю каждого героя на свой лад, да? А у него опыт большой, именно игры через Громил. И, соответственно, я понял, что эту информацию нельзя оставить без какого-то внимания. То есть, лучше ее вам рассказать, чтобы вы знали и используете героев правильно. И, в общем, эффективная позиция этого героя задний ряд. Цель, урон, контроль. Основное применение это ПВЕ и ПВП. Также, кстати, он вроде, если я ничего не путаю, использовал ее на боссах, на ледяной шемке. Ну, при условии, что просто нету, допустим, лучших героев. Того же самого Сауруса, там, Рована, Зижа и так далее, и так далее. Но, если эти герои есть, конечно, вы туда не будете ставить скриата, это безусловно. Но скриат своим ветром перебивает ветер ледяной шемки. И тогда вы спокойно лечите вашу команду. Но, в принципе, я туда раньше на фарм, ну, не знаю, ледяной шемки, ставивающий мир и белинды, тоже было нормально. Но, Зиж, это обязательное условие на фарме ледяной шемки. Хотя, можно поставить кого-нибудь, может быть, и другого, но у меня Зиж прокачан, и я не палюсь. По артефактам. Сюда отлично заходит вот перстень, как вариант. Да, это наши вера дары. Можно поставить и ока, потому что шанс крита у этого героя очень хороший. Также можно поставить и зов. В принципе, тоже зайдет, а почему бы и нет. Сейчас можно применять на гораздо большем количестве героев. Ну, и по персоналке качать на плюс 20, это обязаловка. Плюс 30, если этот герой будет основным вашим, ну, каким-то дамагером или просто героем вашей пачки. Ну, кто-то делает упор на Фераэля, кто-то делает упор, допустим, там, я не знаю, на Таллину, кто-то еще на кого-то. А вот Хомыч сделал нос Криата. И мебель плюс 3 обязательно. Сейчас объясню почему. Потому что тогда он будет вытягивать героев по краям, а если в вашей команде будет Эйрон, то он всех вытянет и просто похоронит. Плюс 9 эффект навыка отследить, ну, как сказал Хомыч, очень сложно на самом деле. Но когда, вот, допустим, первый ряд там убивает, ну, ваш убивает или вы убиваете, да, и там противники уже близки к вам, то они начинают очень замедляться. И это просто очень забавно выглядит, так сказал Хомыч. Ну, а если в вашей команде есть еще какой-нибудь герой, просто который будет расстреливать, ну, та же самая Софушка у него прокачана на плюс 30, то она моментально этого противника просто разваливает. И иногда это как раз-таки спасает. Ну, наверное, скорее всего, когда ваш первый ряд погибает, тогда вот там ветер от Скрята, и они замедляются. В бою, на самом деле, обычно бой или быстрый, то есть в вашу пользу, или не в вашу пользу, по-другому больше никак. И плюс 9, как сказал Хомыч, это больше баловство. Ну, вот если вы хотите прокачать, качайте. Но он также добавил, что когда он ставил в команду, допустим, Скрэга и Вурка, и вот как только он прокачал плюс 9 Скряту, то там увеличивается скорость, и этот Скрэг с Вурком, они просто как сумасшедшие, начинают разваливать команду врага. А если туда еще добавить твинов, то представьте, что будет творить команда. Поэтому как раз-таки актуально, я думаю, что Дрэза, вот этого новенького сена из Громил, прокачать на максималке, потому что у этого героя самый большой, по-моему, там, самый большой параметр скорости атаки, когда он полностью на максималках. То есть он там так разгонится от мебели, и тогда Дрэз просто всех будет хоронить за секунды. То есть это будет очень круто. Я считаю, что Скрят прокачан на 9 предметов у него вот прям очень-очень круто. Я тоже так хочу, но это будет не скоро. На моем аккаунте это будет совсем, друзья, не скоро. Следующий герой это Коварный Скрэг, наш наездник динозавра, и он после Реворка. Раньше я вообще его ненавидел, но в последнее время, когда я беру его наемником, он очень круто помогает мне проходить башню. Ну, Тайдус тоже там круто помогает, но Скрэг вообще неплох. И, кстати, он заходит в основную пачку Хомыча. То есть вы можете вначале собирать, допустим, танком из Громеони Брутуса, которого вы только будете вытаскивать. Ну, когда будете проходить этапы кампании, там, по-моему, одну копию дадут. Также, если, допустим, он с призывов будет падать, но Скрэга вы собрать сможете гораздо быстрее, потому что он покупается в лабиринте. Да, друзья. Вот, берите на заметку. Ну и основная позиция у этого героя, передний ряд и задний ряд. В общем, цель этого героя танковать, также сдерживать первую линию, наносить урон, сдерживать урон, контроль и бафы для союзной команды. Ну и основное применение это ПВЕ и ПВП. На боссов вы его не поставите. Но есть также выявленная особенность самим Хомычем, что если вы Скрэга ставите вперед напротив Эйрона Остроухова, то Скрэг попадет под контроль. То есть он не успеет подкинуть Эйрона и ему что-то сделать. Но если вы Скрэга поставите в заднюю линию напротив Эйрона, то он оттуда выбежит и его подкинет. И тогда Эйрону до свидания. Полная габела. Он улетит вверх, а потом он его просто затопчет. Но я тоже тут сомневаюсь, потому что, допустим, вот я Эйрона прокачал на максималке, 9 предметов из 9 по мебели, персоналка плюс 30, все на фуле. Я ставлю зов, вытягиваю моментально этого Скрэга и просто его протыкиваю за счет четвертого навыка. То есть там игнор защиты, накидывается также дамаг 150%, мебель еще дофига накидывает, там пару тычек и Скрэга просто нет. Вот проверьте, поставьте его на заднюю линию напротив Эйрона, если, допустим, у Эйрона стоит также зов. И посмотрите, как будет происходить бой. Я думаю, вам будет самим даже интересно это проверить. И применяемый артефакт, это, естественно, кубок, который стоит на нем. Также можно поставить, в принципе, сюда и покров, и благодать. Щит не помешает, но тоже будет все зависеть от вашей команды. И персоналку качать надо на плюс 20, в принципе, этого достаточно. Но позже можно прокачать на плюс 30, так сказал Хомыч, потому что это основной герой его основной пачки, как я уже сказал. И мебель плюс 3 обязательно. Плюс 9 тоже, он сказал, будет качать, ну, потому что он хочет создать дримпати, где будет Скрэг. Ну, поэтому, наверное, и хочет. Но я думаю, что плюс 3 будет достаточно. Но если вы также играете через громил, качайте на плюс 9. Я думаю, что Хомыч плохого не посоветует. И вот, наконец-то, пошли такие интересные герои, как Дресс, Песчаный Отшельник. Это герой, которого недавно добавили в игру. И по мнению Хомыча, эффективная позиция у этого героя в заднем ряду, я тоже тут соглашусь, потому что, когда я проходил арену испытаний, в первом ряду он умирал очень быстро. Поэтому, как бы, ну, ловкачей в первый ряд редко кого ставят. Цель, естественно, это урон в одну цель, потому что если прокачать Дресса на максималке, он должен вырезать противника за секунды. Ну, и его задача тоже добивать. То же, как Эцело делает, но, может быть, местами Эцело будет эффективнее, но Дресс хорош по-своему. Потому что, если ему разогнать скорость атаки, там будет просто что-то немыслимое. Я уже говорил, что этот герой самый быстрый по атаке из всех героев в этой игре. Это, конечно, спорно, но почитайте навыки, изучите мебель, и я думаю, вы со мной согласитесь. Основное применение это ПВП. Можно, конечно, там иногда ставить и на боссов, но это все, так скажем, вкусовщина. Если есть другие герои, уже они проверены, зачем туда ставить Дресса. ПВЕ под вопросом, честно. Потому что я чаще Дресса видел в ПВП, чем в ПВЕ. Но я думаю, что на этапах кампании он тоже может показать какой-нибудь результат. Хотя, вот Хомыч этого как-то прям жестко не отметил. Ну, блин, я, конечно, много информации уже вам рассказал. Может быть, я что-то спутал. Но ПВЕ, я думаю, что есть другие герои, которые будут намного эффективнее. И есть также особенность, вроде которой он выявил, что когда он тестировал Дресса с Вареком, потому что Варек же тоже понижает защиту, и Дресс тоже понижает защиту, то, как он сказал, что такое ощущение, что выбирается или первое понижение защиты, или последнее. То есть, или от Варека, или от Дресса. И они не складываются вообще. Если бы они складывались, то Варек и Дресс, это была бы какая-то просто немыслимая компашка. Ну и артефакты он сюда ставит, в основном Ока, Дара, Клинок. Можно поставить ИЗОВ, чтобы он быстрее набирал ульту, потому что от ульты там как раз такие все действия тут и происходят у этого героя. И персоналку плюс 20 ему будет достаточно. Мебель плюс 3 обязательно. Плюс 9 тоже, он сказал, будет докачивать, но чуть позже. То есть, это пока не приоритет. Я так понимаю, что не приоритет, потому что он не увидел в нем что-то прям такое сверхъестественное. Я думаю, когда он его оденет, и, естественно, там прокачает мебель, может быть, что-то и поменяется. Но это тоже надо все еще тестировать. А вот и следующий лавкач, Тайдос Тенегриф, и у него он вообще не прокачан. Он его собирать будет, безусловно. Я считаю, что Тайдос это как Софушка, так же как Искриад, тех героев, которых надо безусловно качать на плюс 30. Они хороши. И, по мнению моему, и также, естественно, Хомача, эффективная позиция у этого героя можно поставить в задний ряд. Ну, намного будет, наверное, лучше. Но можно поставить, в принципе, и в передний ряд. Тоже будет неплохо. А почему бы и нет? Тем более, он сразу моментально залетает в задние ряды и начинает там всех харасить и закидывать страх. И есть такая идея. У Хомача, кстати, вот у Пивчела, тоже моего знакомого, который тоже играл через Громил, в свое время, в свое время, когда только появился Тайдос, он тоже хотел прокачать героев, которые будут моментально врываться и разносить задние ряды. Потому что в задних рядах всегда стоят какие-то ДДшники. Если вы их вынесете, то танков вынести не составит труда. Хотя всякое может быть. Если против вас попадется какой-нибудь Торрен, он заряжаться начнет, там он просто похоронит моментально всю вашу команду с максимальным быстрым уроном по заднему ряду. Ну, в общем, цель этого героя – это контроль, урон в одну цель, также добивание, в принципе. И основное применение – это ПВП и ПВЕ. В ПВП я очень часто вижу, Тайдоса используют. Особенностей у него никаких нету. По моему мнению, особенность – это только вот страх. И, кстати, этот страх очень хорошо работает против Мегиры. Вот если вы встречаете, допустим, во фракционных башнях громил Мегиру, то Антадра или Тайдос – это лучшее решение. Но вот вообще, они прям моментально ее вырезают. По артефактам вы можете использовать здесь Око, но надо его прокачивать, потому что шанс крита не такой высокий, когда прокачка слабая. Ну, а когда хорошо прокачаете, там будет ближе к 40%. В принципе, Око будет нормально. Но можно поставить и Клинок, и Благодать, и Благодать, в принципе, будет давать дополнительный щит. Почему бы и нет? И по прокачке, конечно же, плюс 30. Мебель? Вот, мебель я не знаю. Мне кажется, достаточно плюс 3. Можно, конечно, прокачать на 9 предметов, но еще раз говорю, что качается она не быстро, и есть другие герои, которые будут намного эффективнее, чем тот же самый Тайдос. Вот 3 предмета легко. Легко качается, неплохо его так усилят. А я даже, кстати... А, ну да, он там просто эффективнее будет бонусы себе накидывать. Да. И плюс за побежденного врага будет еще усиливать атаку. В общем, 3 предмета, 9, это чисто по вашему желанию. Следующий герой у нас, это последний представитель Игромил, Кровавый Страш Аноки, и он его не качает. Но качать он его будет. Вот я тоже его поставил в список желаний. Я видел тесты, как прокачанного Аноки ставили с Гвинет, это полная шляпа. Вот Гвинет лучше ставить с Артуром, запомните. Хотя, бонусы он дает неплохие. Ну, его задача танковать, это первая линия, или задняя линия, можно как танк бафера его еще использовать. Почему бы и нет? Эстру же так используют. Цель, естественно, это бафы и танкование. Основное применение это ПВП и ПВЕ. На боссах его не используют. Ну, особенностей у него никаких я точно не замечал. Просто герой, который дает бафы и танкует. Все. Ну и персоналку, на самом деле, я бы Аноки, вот, я бы от себя, ну, не знаю, я не могу сказать, вот, за кого-то, да, я бы ему прокачал на плюс 20. Я говорю, что на плюс 20 прокачать можно любого героя, на плюс 30 решать вам. Да даже Хомыч тоже, вот, вроде как он говорил, что на плюс 30 он на его качать не будет. Мебель на 3 предмета можно прокачать, на 9 предметов, ну, друзья, тут дело вкуса, дело вкуса. Там, конечно, просто будет усиливаться, вроде как, щит, да, но незначительное усиление, понимаете, незначительное. И он, вроде как, не ключевой герой для Хомыча. Для меня, Аноки, точно не ключевой герой. На этом все по героям. В следующем видео, если это видео вам зайдет, я сделаю уже тест всех его героев, ну, в частности, Громил, я думаю, будет интересно посмотреть. Покажу вам разные комбинации в ПВП и в ПВЕ, и также покажу комбинацию крутую, которую он использует при прохождении лабиринта. Потому что, когда я выполнял челлендж по прохождению лабиринта, вот именно Громилами мне было проходить намного, намного сложнее. Ну, конечно, у меня тогда еще Софушка не была прокачана на плюс 30. Сейчас-то я, наверное, пролечу вообще незаметно этот лабиринт. Но у него очень крутая пачка для лабиринта есть. Я думаю, такая информация вам тоже будет очень интересна. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Спасибо еще раз Хомычу. И увидимся в следующем видео. Пока!